добрый вечер друзья вы на канале уютные чаепитие с вами я ирина резвая поставила штатив немножечко с телефоном ближе к окну к боковому шкафу наверно там даже зеркале наверно видно потому что очень быстро уходит зарядка и пришлось туда ставить зарядное устройство я говорю как начинаю разговаривать так все лишь говорить то тут не с кем кроме бусинки вот с вами поговорю да а так все делами занята я сейчас не буду рассказывать что у меня как сейчас происходит какая обстановка я вам в следующем видео все расскажу мне конечно не очень опрятно заправлена кровать от валялась телевизор смотрела скоро разговаривала просто думаю записать вам продолжение истории своей потому что думала думала все раз уж я начала значит надо этот период жизни вам рассказать и уже перейти на следующий может быть перед помните да чем закончилась закончилась тем моя предыдущая глава моей виртуальной книги тем что бабушка решила меня забрать от матери после того как мама познакомилась с галиным отцом мы когда я вам говорила да что делался ремонт в квартире мы когда переехали уже после этого ремонта не забыть так было красиво все стены такие чистые без обоев были же обои и обои были поклеены по моему даже ой то ли они были от штукатуренность нет по моему они вообще были наклеены вообще на брус там же дом то был деревянный и ему было не так много лет то есть но все равно делали капитальный ремонт и когда уже сделали когда уже в систему дом дал полную усадку было принято решение оббивать стены листами сухой штукатуркой если сейчас оббивают ой как же он ну вот видите стала говорить и забыла не фанера а вот такие тоже толстые сейчас идут листы вот ими тоже стены оббивают короче потом вспомню если вы вспомните так напишите мне вот а тут были листы с такой как сухая штукатурка внутри они были такие тоже большие как как кусок фанера например как дсп там или двп вот такой такими размерами но вот такие толстые гладкие и их можно было красить и стены были все стены были оббиты потолки были обитые стены у нас были покрашены такой в комнатах нежно-розовый цвет нежно-розовый на кухне мама попросила чтобы покрасили нежно-зеленый цвет был по моему в комнатах а на кухне что-то то ли нежно-голубой в общем не помню я помню что цвет был такой вот не ядовитый не ядовито зеленый и не ядовито синий и причем именно тогда я узнал что такое сухая краска мама так говорила сухой краска была покрашена эмалью как раньше красили стены помните пополам половина стена крашеная половина беленая а тут все стены были покрашены вот этой сухой краской вот с колером наверное добавляли уже тогда потому что это только-только вот входило вот в пенниге только такое появилось только наш дом первый так сделали квартира была очень красивая а это сухая краска видимо и называлась водоэмульсионка только что с колером с подсветкой как мы говорили тогда новые полы была переделана в комнате печь она была немножко поменьше ну как был немножечко по компакт не сделано была еще убавлена печь на кухне был туалет конечно же туалет и тогда это сейчас там все понаставили унитазов но так как там нет канализации там у домов очень аккуратные выгребные ямы они были тоже с такими крышками почему закрывались эти выгребные ямы красились и звездкой тоже с подсветкой в основном красили в розовый цвет или тоже какой-то цвет добавляли в общем все это было культурно почему и звездка видим потому чтобы не было заразок какой-то это это вода вот и но туалет все равно была дырка очень такой вот пол да вот сейчас расскажу вам такие подробности пол вот это возвышенность где сам туалет назывались назывался он рундук кто жил в таких условиях тот знал в общем если дома сдавались вот с такими большими дырами что ты над ними сядешь не промахнешься да и когда там дует все с улицы это это ужас конечно как женщина раньше не простывали и беременные ходили и в общем а тут тоже все было так аккуратно сделано не было такого что ну там как-то я не знаю очень аккуратно закрывалась вот этот с улицы эти выгребные ямы чтобы так сильно дуло и мама сделала ну тоже попросила видимо или тогда уже может быть как раз был вова вот галин отец он все это ей аккуратно отбил он даже обил эту саму вот эту дырочку все изнутри туалета рассказываю подробно просто действительно вот как раньше жили все это было обито то есть можно было садиться как на унитаз они как стоять там где-то в общественных туалетах с этими дырами да вот например как в школах были туалеты что там не дай бог пойдешь там провалишься это был просто если ты в школе захотел в туалет то это был трендец вот я попозже вам кстати в таком трендецей мы поговорим вот так что вы уж не обижайтесь может кто-то сидит чай пьет меня слушать но я рассказываю все подробно вот потом все это было аккуратно сделан туалет аккуратно была сделана кухня все пахло свежей краской все все было свежая красивая и мне так не хотелось уезжать а я вам говорила да что бабушка узнав что мама встречается с мужчиной почему-то испугалась за меня решила что меня надо оттуда забирать ну в общем я вам говорила почему она такая была она боялась всего вот хотя ничего вообще плохого впоследствии я жила потом уже и восьмой класс заканчивала там и ничего такого не было раньше 8 класса же учились и еще 2 10 в общем не не как сейчас 11 9 и 11 вот и мне очень не хотелось уезжать я прямо настолько я была расстроена тем что мне снова надо будет ехать в этот новомичурин сам город да я его ну я его не любила тогда вот так как я любила пенигу пенигу с простыми домами с мостками где-то вот эти новые дома деревянные где-то частные дома я вам показывала пенигу да вот хотя бы немножечко вы там увидели какая она и у меня тогда был старый телефон а вот я на этот телефон снимала и он очень быстро садился я очень много вам не показала очень много я вам показала вот школу в которую училась но я я просто все это любила пусть она вот было вот такое все вот эти здания купцов володиных вот этот детский сад другие детские сады где я работала впоследствии вот на лето нянечкой работали мы девчонки многие работали меня я просто не могла надышаться пенигой не могла а тем более когда наступило время что от нас мама выгнала отца и он прекратил он к нам не ходил тем более все ему уже нечего было вывозить от нас все единственное что гоша вот туда вот ходил потому что жили как бы если например если например мне он на пять лет меня младше был 12 минус 5 там ему 7 лет было да например он так вот засчитал это господи дай бог памяти вот это самое он мог уже спокойно там ходить к своему отцу где тетя это жила или там мама его водила или когда может быть он привозил просто его он высадит его все мама увидит он забежит в подъезд он уезжал то еще работал на скорой и начиналась жизнь новая я хотела вот этой жизни давно мечтала также тем более мама она все равно немного как будто бы изменилась да она уже не была такая как раньше не может быть не скакала под дудку отца вот ну вот так как-то и все равно мне пришлось уехать я очень тяжело переживала я заново переживала тяжелый момент своей жизни когда мне пришлось снова уезжать я вообще я помню с какими тяжелым сердцем ехала меня единственное меня я радовала что у меня снова наступит очередной приступ представляете я радовалась приступу кстати приступ у меня еще случился как раз перед отъездом видимо вот на это говорил доктор тогда что они будут эти приступы долго еще будут они с годами потом начнут уже меньше эти боли будут да когда я уже женщина буду же дети у меня будут они будут но уже не так часто а тогда они у меня возникали действительно какой-то вот я не знаю как чувствовала что вот сегодня будет сегодня ага уже вот не было давненько не было да вот например там недели три не было ли месяц не было ну все скоро начнется ну вот я уже чувствовала я помню что вот я мыла полы и все мне было плохо и я не могла уже не тряпку выжать ничего а я вам еще говорила что начинаешь ведь заговариваться ты не можешь говорить то что ты хочешь сказать у тебя речи ломается вообще это такие приступы мигрени сильные и мать то конечно видела она видела насколько мне тоже были головные боли такие же но настолько сильных приступов у нее не было у нее тоже была вот эта вот змейка такая блестящая да она уже знала а что у ней что-то начнется но она например она вот мы с ней потом уже в дальнейшем разговаривали как у меня я например когда вот смотрю и я чувствую что вот начинается знаете как начинается змейка то это потом а начинается то что я не вижу половина лица например у человека или например я смотрю на часы на циферблат я не вижу половина циферблата или там куда-то посмотрю у меня раз такая тень я уже понимаю что все началось ну еще она увидела какой у меня сильный приступ это был наверное такой вообще конкретный приступ я не помню нам не вызывала доктора или нет не помню я чего они сделают они они бы руками развели что она им будет там рассказывать как меня обследовали в новомичуринске что я там больницы в рязани лежала ну что они могли бы сделать анальгин мне в колоте все вот она мне дала анальгин тогда анальгин тогда я не помню даже вообще парацетамола то не было аспирин вот еще был вот анальгин немножко снимал боль совсем немножко ну я вот все потом кое-как уже через несколько часов я уже пришла в себя не уже с бабушкой она ей написала письмо что все мол что я готова уже его собирать и все когда там приедешь я не помню то ли бабушка за мной приехала то ли вова тогда может уже приехал не помню друзья этот момент может он в армии тогда еще был в общем дело в том что меня снова отправили в новомичуринск и я понимала да что ага скоро вот я начала говорить да что меня радовало одно что скоро у меня начнутся приступы я снова уеду в рязань что там снова будет обследование а у меня должно быть дальше не обследование уже а лечение которое должно все равно поддерживать как-то организм потому что у меня есть я была истощена просто этими болями но они меня вот и нервная система не срабатывала понимаете и все могло случить случиться как вот я вам говорил это они не врит а что-то когда уже даже вот глаза вот начинали косить и все вот была бы могла бы просто случиться такая сильная боль что не было бы сложно потом восстановить потому что у нас в рязани дети лежали даже у кого-то после этих болей оставалось косоглазие его было просто даже не вылечить там я видела много детей таких вот моего возраста чуть чуть поменьше и вот что тоже у них были головные боли но у кого-то были посерьезнее причина вот с мигренью я по-моему была одна и еще по-моему был мальчишка что ли был не помню и вот мы приехали и снова тут и школа но я уже приехала меня уже приняли в тот же класс естественно уже знали что я как перелетная птица я уже со своими ребятами там встретилась ребят там были совершенно другие друзья я открою немножечко сейчас дверь потому что я истопила печь и когда я приехала в новомичуринск бабушка уже когда была в рязани с очередной поездкой в рязани она уже заезжала в больницу и ей уже назначили по моему даже день когда меня надо было привести на это было уже зима не помню до нового года или после нового года тоже не помню детское отделение неврология больница симашка вот вы знаете вот саму больницу я не помню какая вот она была вот со стороны нет не могу вспомнить а двор больничный где мы гуляли я помню как просто даже помню кажется она даже была из красного кирпича мне даже казалось как будто вот здание было старое я помню вот этот двор я помню что можно было посмотреть на окна столовой с улицы вот это помню рядом с больницей был детский парк чертово колесо и все такое мужи я же говорила да когда мы лежали в летнее время там там было так все интересно мы попробовали все напитки которые есть я имею ввиду байкал и тархун фан туда мы ели эти рогалики которые я с удовольствием и сейчас поела и не могу нигде больше найти таких и наверное даже самой таких не испечь мне казалось все такое вкусное все такое удивительное вы знаете нас даже столовой вот это кормили как-то вроде бы и просто настолько вкусно какая-то подливка из вареного яйца вы представляете вареное яйцо накрошено подливка к рыбе вообще все вот все мне там казалось все таким другим где я ничего не пробовала раньше никогда вот вроде бы деньги всегда были бабушка денег не всегда давала но там было все вот по-другому а вот летом ты бегали в этот парк развлечений нас отпускали представляете я же говорила даст больницы нас отпускали а зимой конечно же нам говорили что зимой было определенным всегда было определенное время для гулянки чтобы погулять всегда и мы всегда медсестре говорили да что мы уходим нам выдавали одежду что мы вот заходим когда мы тоже всегда естественно отчет то был но зимой было построже во первых темнело все таки хоть это и рязань но все равно темнеет не в десять вечера до темнеет я не знаю ну мне кажется всем то уже точно было темно у нас на севере в 4 темно а я не знаю как в средней полосе уж там 100 лет не было во сколько там вообще все темнеет вот правда интересно зимой во сколько там все темнеет москва подмосковье и во сколько летом сейчас там темно потому что летние вот эти темные вечера я просто обожала и когда ты отвлекусь немножко да и когда летом ты идешь темно уже да а такая теплым и вот это вот сирень сверкают сиреневым цветом в темноте вот просто это а зимой тоже было ну хоть и тепло не такие морозы но все равно и и снег и гололед и и темно и поэтому нас очень сильно контролировали отпускали гулять как-то не так часто как летом а к чему рассказываю к тому что вот мы сбегали как раз вот в этот парк нам не разрешалось уходить нам значит вот в определенной территории можно было гулять а в парк вообще зачем мы туда вообще сбегали он не работал зачем мы туда ходили не помню надо было перелезать через забор а забор был по-моему такой кованой красивый нужно было даже зацепиться за него и что-то там себе порвать в общем надо было очень перелезать аккуратно не помню зачем почему или это больницы закрывалась может быть она была огорожена что нам надо было скорее всего да мы через забор больницы перелезали и гуляли там где-то около парка может мы зимой гуляли в этом парке кто его знает да в этих недвижущихся лодочках может сидели да мы уже были такие все мы дружили друг с другом дети вообще как ты привязанность уже друг другу была такая не то что там любовь да просто вот дружба я например говорю до сих пор там помню вот мальчика с которым я дружила и фамилию его помню и имя его помню и я помню как мы расставали с ним как-то так было тяжело нам было в прошлый раз вот расставаться в этот раз он зимой он не приехал я его не видела тут поговаривали медсестра мне шепнула что скоро вот приедет твой друг приедет скоро в общем то он должен был приехать но я его так и не дождалась потому что случились страшные события чем это вы занимались зимними вечерами в больнице было очень здорово во первых каждая девочка старалась навести какой-то уют у своей кровати например да у кого стояла посередине кровати ну там тумбочки естественно все тумбочки стоят палата такая большая была была по моему на 6 кровати была палата и у кого были вот угловые у окна у стены противоположной тоже у окна у стены вот как-то нам было уютнее я бы было как раз у окна лучше бы я там не было сначала у меня была кровать посередине а потом мы с девочкой с одной поменялись вот и чем мы занимались вечерами значит наводили уют кто-то кто например вот у окна там же батарея батареи помните раньше какие были вот эти вот чугунные они сейчас есть естественно сейчас новых много батарей в основном ставят эти были длинные чугунные батареи и чтобы было красиво мы махровыми полотенцами эти батареи накрывали да уже уютно кто-то привозил огромные махровые полотенца они тогда были большая редкость были махровые полотенца возили были узбекистанские по моему с узбекистана возили полотенца такие в полосочку помните красивые были да но они были все средние а кому значит кто мог достать полотенца побольше такой чтобы в него обернуться это было вообще такой какой у тебя полотенца огромное с рисунками по моему тогда не было были либо однотонные либо вот такие вот в полосочку и до сих пор их помню и очень жалею что сейчас но они наверное есть все-таки в продаже где-то но мне кажется даже качество такого может быть уже не достать может не так казалось что там слишком длинная махра такая пушистая и вот мы наводили уют значит потом мы еще там стирали нижнее белье естественно сами мы конечно же мы хвалились да вот я настирала у меня посмотри какое все беленькое да у тебя вот такое никто друг друга никогда не стеснялся все в открытую говорили я там пошла мыться я там пошла там еще что-то там до подмываться там например да вот такое вот все все занимали друг друга очень девчонка у нас значит приехала и привезла ей а ей мама привезла она была рязанская ей мама привезла мыло яблоневый цвет какое оно было она действительно она пахла потрясающе она была нежно-сиреневого цвета и она была не сейчас вот как вот мыло камеи там и еще вот такой как лодочка изогнута да вот такие вот вот такое вот мыло вот как бы изогнута она была вот с двух сторон такое пухленькое мыло сейчас я не знаю основном ты покупаешь либо она маленькая квадратная либо она вот такое вот вмятая в серединке тут вот такое было мыло большое еще к этому мылу она привезла ей английские булавки без шариков просто загнутые английские булавочки но которые знаете что такое да английская булавочка это иголочка изогнутая может кто-то и не знает сейчас молодежь тот час ими пользуется если кто не шлет вот и привезла ей 10 метров атласной сиреневой ленты 10 метров красивая атласная ленточка не такая вот широкая а именно вот такая узенькая ну когда она приготовилась нам показать если бы мы раньше бы стали это слово мастер-класс да то это этим словом бы щеголяли да вот мне показали мастер-класс на вот бельте часа вам кое-что покажу и понимаете она берет это мыло на одной стороне рисует такой прямоугольничек вот этой иголочкой ровненько так рисует на другой стороне тоже рисует прямоугольничек только побольше потом в этот прямоугольничек она вставляет иголочки на определенном расстоянии мы смотрим мы смотрим не можем понять что же она будет делать затем она берет ленточку давайте как-нибудь мы сделаем точно такое же я приеду в город куплю и буду вам что-то рассказывайте вот делать то что сейчас я вам расскажу многие это умеют может быть да многие понятия не имеют что это такое потом она берет эту булавочку фиксирует ленточку с одной стороны и начинает так вот сверху до низу и и верх не сверху не с этой ленточкой ее укутывать кусочек мыла укутывать мы смотрим мы не понимаем что она делает у нее получается все так красиво ленточка жена все равно широкая вот она где-то ее загибает по уголкам где нужно чтобы мыло то все равно оно же хоть и не квадратное оно такое уголки то такие мягкие но все равно как бы она выглядывает где-то на фиксирует гусенка моя гусеныш мой пришел иди давай домой моя солнышко потом она потом она берет значит ленточку вокруг булавочек вот так все и мы смотрим наблюдаем и когда на наших глазах получилась корзинка а знаете такая корзинка как на картинках по цветы как на английских картинках там давно например или в сказках каких-то иностранных русских сказках такой корзинки не было не видела обычно это было на открытках на таких красочных вот корзинка потом она берет кусок проволоки тоненький кусочек проволоки а его сгибает а нет сначала не сгибает потом она делает ручку ручка естественно должна быть больше корзинки если сама корзинка такая да ты ручка должна быть побольше и вот она оплетает значит вот эту проволочку потрясающе просто потом значит все вот вот это плетение вот так скручивает 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 получается такая красота и два конца она вставляет вот в этом мыло и получается такая корзинка мы просто офигели мы все захотели плести эти корзинки если да до этого нам давали эти капельницы да но я тогда еще нет я уже умела я именно там и научилась нам давали капельницы из которых можно было делать рыбок чертиков и еще черти что я кстати очень классно делала рыбок и были капельницы которые тоненько разрежешь опускаешь кипяток и хвост у рыбки вот так вот прямо завивался если мы все это уже умели делать этих чертиков вся больница была сделана нашими этими руками нам просто заказывали нам давали капельницы сделайте рыбки это вообще было потрясающе просто очень красивые у нас получались а тут корзинка медсестра которая увидела на вообще у нее шары налопано не знала что такое бывает мы тут же все на следующий день кто значит родителям заказал привезти у кого деньги были тут же мы все в магазин за этим мылом за этой лентой но было такое разочарование когда ты покупаешь кусок мыла она ломается вот именно нужно было покупать мыло она была такой мягкой яблоневый цвет было много было разного такого такой же формы именно вот крупненькие такие кусочки но она и в него втыкаешь потом вот эту проволоку и начинает она ломаться и корзиночка портилась в общем у нас все у нас вся больница была в этих картинках когда в последующем да уже через какое-то время я уже в пени и сделала на какой-то конкурс такую корзинку там офигели все вы просто я вам не побоюсь этого слова именно офигели простите да за мой французский это это просто красиво когда это сделано разными лентами вот эти ручки то если их поставить в ряд у нас в ряд стояли эти корзиночки у нас на каждой тумбочке это но это было это было вообще это была красота очень давно через много лет после этого но сейчас уже очень давно когда вот я еще была замужем за первым мужем его племянница сделала такую же корзиночку но она сделала корзиночку туда не было ни интернета ничего но ее никто не научил сделать ручку она сделала и всем показываю и все говорили как красиво какая красивая корзиночка а я говорю найди мне такую же ленту кусок проволоки я тебе сделаю эту корзинку в совершенстве она мне не поверила она правда принесла мне другую ленту мы нашли кусок проволоки было конечно оказалось не то что я вот хотела да но мы все-таки проволочка была тоненькая там же тоже очень тонкую тоже никак она должна согнуться лучше алюминиевую и лучше знаете чтобы она вот такая толстая была я сделала ручку она вообще говорит боже мой даже никто не говорил что существует такая ручка к этой корзинке в общем время мы там проводили просто потрясающе да у нас конечно были тяжелые моменты кому-то как потом уже может выяснялось кому-то ведь ставили диагнозы от которых болезни которых ним не вылечивались например да но мы же дети мы об этом не знали мы даже не видели что там у кого-то случался какой-то сильный приступ потому что именно в больнице она поддерживает там иглоукалывание делали и уколы эту магнезию делали после которой ты ногу не знаешь как пошевелить да и там еще что-то в общем что только там не делали поэтому там дети были беззаботные не знали что кто-то может быть даже как потом не уж бабушка говорила у кого-то были смертельные вообще диагнозы да может у кого-то опухоль была может еще что-то в общем но время мы там проводили очень классно и вот одно такое время я провела и чуть не умерла я уже рассказывала о том как я очень сильно заболела случилось так что я постирала свои вещи раньше же что было колготки ритузы зимние сапоги ну еще носочек одевался естественно а колготки были но обычные колготки хобби правильно были такие вот я помню что я постирала и как раз нас в этот день то ли погода позволяла то ли медсестра была другая нас отпустили погулять и именно тогда вот в тот день мы должны были перелезть через этот забор зачем-то я вот никак не могу вспомнить вообще ну там я помню что был очень красивый парк что там были очень красивые дорожки что там светили эти фонари такие как старинные это было ну на таких вот палках да я не помню там был просто фонарь вот такой или какой-то красивый фонарь я помню что все дорожки освещались то есть гулять было одно удовольствие и вы знаете я вам скажу что нет это скорее всего ну было уже да было холодно я не помню зима была точно потому что я то уже лежала в новомичуринске-то в больнице зимой я пролежала там долго видимо вот как раз начиналась зима и все все ушли я осталась одна как это я одна у меня ничего не высохло на батарее я один раз переверну эти колготки с ритузами другой раз переверну еще какая-то должна была футболочки у меня тогда не было но что-то была какая-то кофточка что-то под низ я делала может маечка какая-то была не помню и что я сделала я одела на себя еще влажные колготки ритузы и я помню что когда я вышла на улицу у меня вот эти ритузы сразу покрылись белым и не увидим а тепло то тело отдавала и и я не чувствовала что мне холодно ничего мы же бегаем она мне же все это влажное представляете это все ритузы они не только белым и ним покрылись они же еще у меня где-то еще из вообще заиндивели хоть там и не такой мороз но все равно но ничего я такая знаете я же стойкая такая давнию холода то нипочем мы же бегаем играем и в общем когда я пришла в палату по-моему на мне еще эти вещи были они хоть и были такие вот теплые да но еще были даже влажные я помню это точно что где-то даже они были такие твердые прошло какое-то время а по-моему я еще даже была в пальто без без чего-то то ли я на майку одела пальто то ли еще там не было же пуховиков не было не было каких-то курточек вот зимних да это сейчас есть а были же пальто пальто у кого-то были цигейковые шубки у меня по моему было пальто но не зимнее такое тяжелое вот наверное было осеннее все равно там климат в рязани другой и через какое-то время где-то наверно прошла неделя а а я же еще говорила вам что я поменялась я легла у батареи с девочки поменялись да она перешла на серединку я легла у батареи а были окна большие наверное такие окна ставили когда вот строили эти здания большие окна и знаете открывались они как-то открывалась называли ее фрамуга окно и вот так вот на себя открывалась фрамуга то есть вот весь холод он шел как раз вот сюда вниз а батареи так жгли так было полотенечко там или что-то всегда было было очень жарко в палате да и мы вот эти окна втайне от медсестры мы открывали у нас одна вот девчонка которая лежала там у кровати она-то все время мерзла она все время старалась как-то поменьше открывать а я открывала ее главное так открываешь можно было на полную ее открыть но вы представляете наверное чё за окна называлась именно вот я так запомнила фрамуга нам еще мистера заходит закройте фрамугу что это такое и вот я еще стала видимо под этой фрамугой потому что на улице климат рязанский он то тепло то холодно даже зимой и бывали такие даже ночи как будто как осенние ночи что вот такой как будто бы воздух теплый был и где-то наверное через неделю я просыпаюсь ночью мне очень жарко очень жарко я я где-то рассказывал уже эту историю я еще по моему даже полезло это фрамугу открывать и упала и кто-то позвал медсестру не измерили температуру меня температура под 40 мне эту температуру сбивают а так как я заболела простыла ну я уже почти прошла лечение тут же значит сообщили бабушки позвонили позвонили в новомичуринск в приемный покой мы знали что она где там работает чтобы и передали в больницу приемный покой чтобы она за мной приехала как меня оттуда вывозили я не помню я помню что бабушка меня уже привезла домой я была в таком состоянии я сейчас просто рассказываю щеки горят я не помню этого было состояние просто ужасное вот просто дни я не могла встать и не могла лежать я не могла есть это это было страшное состояние друзья уже проговорила столько времени по боюсь что я этот ролик буду выгружать долго я наверно продолжу уже в следующем видео свой рассказ увидимся скоро